Доброе утро, дорогие друзья. Итак, глава Трума. Когда Бог давал еврейскому народу указание о строительстве Скинии, Он сказал, что строительственные материалы должны пожертвованы быть самими людьми. Каждый должен дать пол шекеля, но помимо этого пожертвования будут полностью добровольными, остальные и зависят от щедрости каждого человека, от его желания внести вклад в святое дело. И написано, что ведь почему? Потому что служение Богу по сути не тот ритуальный иногда, который мы себе представляем. Это происходит из сердца, это источник чувства, вдохновения, любви и так далее. Когда мы по своей воле что-то жертвуем, чем-то важным для себя, или деньгами, или временем, или еще чем-то, это строительный материал для укрепления нашей связи с Богом, для любви к Нему, и для того небесного храма, о котором всегда речь идет. Так что оно всегда происходит на уровне общества и на уровне человека. Например, тот, кто рано встал в молитву, там встал, находит время для ежедневного изучения Торы, или жертвует свои деньги, или время, или усилия на помощь другим. Это все то, что Бог как раз и хочет от нас. Когда мы добровольно отдаем от себя Богу, мы по сути строим свою личную скинью. И в этом наша привилегия, наша сила, потому что, ну как бы, служить небу выше уже ничего нет. Каждый из нас может и должен, написали мудрецы, построить внутри себя что-то наподобие вот этого скиньи. Чем лучше построим, тем в большей степени дадим Богу войти в нашу жизнь. И поэтому вот, что первые слова нашей недельной главы, «И сказал Всевышний пророку Маше, скажи сыновьям Израиля, чтобы взяли мне приношение, возношение от всякого человека, расположенного сердцем. Возьмите мне приношение». То есть здесь самое важное сердце. Все думают, что самая важная сумма, самое важное еще нет. Сердце, самое святое, что было у народа в пустыне, было выстроено на добровольном пожертвовании. Это очень важно. Обратите внимание, Всевышний вывел евреев из Египта практически без их участия. Нужно было только согласие. Море раступилось перед ними, само по себе надо было только в него войти. Ман падал в готовом виде. Скрижа Лизавета тоже были получены ваши готовыми. Вот вроде и храм мог бы возникнуть, как по новинью в палочке волшебной. Но именно с храмом этого не произошло. Дальше сказано, что возьмите мне приношение и своими руками построите храм. Постройте на свои средства. Почему? Потому что нельзя все получать бесплатно. Бесплатно мое отношение бесплатное. И что касается духовного дара, то говорят мудрецы, ему вообще нельзя получить без затрат собственных усилий. Еврейское слово трума означает возношение, пожертвование. Корень чего значения поднимать, высота. В этом смысле то, что раньше было у кого-то, он жертвует некую вещь, которую он владел. И теперь ее возносит. При этом статус вещи повышается очень сильно, так как она приближается к Богу. Даже если жертвуется не на храм, а другим людям, беднякам или так далее, на другие цели. Слово трума происходит от корня, какого пишут люди, рамы, высокий. И глагол алиарим, поднимать. Таким образом получается, что то, что мы даем, и трума, это то, что поднимается, становится высоким. В этом и заключается смысл трумы. Вознести материальную действительность на духовный уровень. В этом смысл деятельности коинов, которые были в храме. И если Творцу, который создал этот мир, если он вот так построился, он считает это очень правильно. Все, что идет от сердца, все, что очищено, оно и есть самое главное для Бога. Сердце, если хотите, еще какая-то определенная детская наивность. Потому что именно это делает, безусловно, дар великим в глазах неба. Расскажу короткую историю. Однажды, когда речь шла об особых хлебах, которые выпекали в храме, Равин рассказал о них, вздохнул и говорит, к сожалению, у нас ничего этого сейчас нет. И запало в душу одному прихожанину это. Пришел домой, видел жене выпечь два больших красивых хлеба, которые будут его подарком Всевышнего. И каждую неделю, в пятницу, его жена выпекала хлеб. Он относил его в синагогу, вкладывал воронкодыш. И все, что происходило с хлебами, он не видел. Но накануне наступления субботы, когда служка пришел, увидел два хлеба. Не понимая, где он вынул их. И так повторялось каждую пятницу. Человек приносил хлеб, а служка забирал их. А человек на следующий день, приходя, увидев, что хлеба нет, он думал, что Бог принял его подарок. Радости его не было предела. Семья была самая счастливая. Прошло время. Однажды в пятницу местный Равин оказался в синагоге и заметил, что какой-то еврей вкладывает хлеб. Он потом смотрит, служка подошел и взял. Равин заинтересовался увиденным. Ну, выяснить не представлял труда. Узнав, для чего приносились хлебы, он начал стыдить приносившего в синагогу. Ты что, не понимаешь, разве Бог не нуждается в твоем хлебе? Это служка его забирала. Человек заплакал, расстроился, начал говорить, простите, я не понял. В вашей лекции вместо хорошего дела получилось, что я совершил грех. Через пару дней к Равину, жившему тогда, появился посыльный от Ари, величайший каббалист и праведник Свати Аризали. И передал слова, которые ему передал праведник. Святой Ари передал, что ты совершил великий грех перед человеком и перед Богом. Испуганный Равин побежал к святому праведнику и сказал, что... Он говорит, зная, со времен разрушения храма в Иерусалиме, ничто не доставляло Всевышнему такую радость, как этот поступок человека. Ты своим необъединенным поступком прервал эту радость. Вот нам тоже надо вкладывать иногда не в умничание, не в какие-то великие вещи, а именно в то, что идет от сердца, от души. Это обязательно обрадует небо. Брахава от слаха всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok